МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24. С вами Зухра Алиева. Здравствуйте. Село Тибек-Махе Акушинского района получило передвижной флюорограф для массового обследования населения. О том, что аппарат будет выделен, накануне сообщал Минздрав Республики. Отметим, что на нашем канале ранее была озвучена информация о непростой эпидемиологической ситуации в населенном пункте. Жители жаловались на отсутствие условий как для обследования больных, так и для их лечения. Мобильный пункт будет находиться в селе, пока диагностику не пройдут все, передает пресс-служба Минздрава. Кроме того, по словам местных жителей, власти обещали и поставку необходимых медикаментов. А мы, в свою очередь, будем следить за развитием событий. Накануне министр здравоохранения Дагестана Джимао Динга Джейбрагимов раскритиковал работу главврачей больниц, допустивших нехватку лекарств в условиях распространения коронавируса. Заявление было сделано им во время совещания с главврачами. Выяснилось, что ряд медучреждений действительно испытывают дефицит медицинских препаратов. Как обстоят дела на местах, узнавала Зумруд Гамидова. Это говорит о том, что руководители этих медицинских организаций практически ничего не сделают. И ничего не делают. Пандемия коронавируса остро обнажила проблемы, накопившиеся ранее в дагестанском здравоохранении. Сложившаяся ситуация не радует. Республика сохраняет лидерство среди регионов СКПО по абсолютному числу случаев заражения COVID-19. Причина тому, как низкий уровень самоизоляции и недооценка дагестанцами угрозы, так и нехватка медикаментов. Но такая обстановка, по мнению главы медицинского ведомства Джамалдина Гаджи Ибрагимова, сложилась из-за бездействия главных врачей. Ведь деньги на все, по его словам, были выделены своевременно. Есть руководители, которые действительно подготовились. Могу сказать, что, конечно, если говорить о урологическом центре или же автарном больнице, да, у них профиль другой. И поэтому здесь всем миром поработали и работали. Тут понятно. Ну, и много профильные наши медицинские организации. А чем же занимаются руководители? Но есть и другая сторона вопроса. Мы связались с главным врачом Акушинской районной больницы, попавшей в черный список Минздрава Дагестана. Он комментировать мнение начальства не стал, но отметил, что медучреждение никаких дополнительных средств не получило. Врачи действовали только в рамках тех возможностей, которые у них были. Больным помощь оказывается своевременно, но сейчас на рынке попросту нельзя достать многие необходимые препараты, из-за чего и возникает нехватка лекарств. Есть лекарства, которые невозможно сейчас на рынке найти. Вот такие дефицитные лекарства есть. Вот это лекарство. Ну, средства вам выделяли на приобретение лекарств? Дополнительно никакого средства я не получал. Вот то, что там есть, у нас госзадание, имеется в виду, вот мы получаем ежемесячно, то, что мы зарабатывали, как до этого зарабатывали, вот это французское средство, вот это мы получили. Дополнительно никаких денег мы не получили, абсолютно. Ну, а сейчас вот как обстоят дела? Вот больные у вас есть, они все обеспечены необходимым? Они еще в больнице лежат, у нас есть то, что необходимо, то, что назначают, то, что у нас есть, мы обеспечиваем. Не все лекарства есть, имеется в виду, дефицитные, которые на рынке нету? Это другой вопрос. Главный врач Унцукульской ЦРБ Аишат Магомедова также подтвердила, что дополнительного финансирования на борьбу с эпидемией больницы не получали, но поблагодарила Минздрав за предоставленные средства защиты и мобильный рентгенаппарат. На данный момент в районе выявлено 27 больных COVID-19. Кроме того, 139 человек госпитализированы с пневмонией. Вам дополнительные какие-то деньги поступали на приобретение лекарств? Нет, я дополнительно. У меня был свой запас. У меня же должен быть свой запас созданный для тех целей. Ну, то есть у вас таковой проблемы нет, я так понимаю? Вот я вам говорю, со стороны мне отношения лекарственных средств, ну, ничего не было такой помощи. Это все, что у меня здесь есть в больнице. Понятно еще от Магомеда, но я вас правильно поняла, что пока что у вас средств достаточно, но на будущее пока не можете приобрести лекарства. Вот это момент, что при дальнейшем улучшении ситуации, что эти запасы там постановые пополняют. Вот пополняют их, там пополняют нет. Республиканская казна выделяет деньги на борьбу с эпидемией? Нет, я ни от кого ничего не получила. По словам главврача, на данный момент медики работают на том запасе лекарств, который был создан ранее, и жалоб со стороны больных на плохое лекарство, на обеспечение к ним не поступает. Хотя признала, что многих импортных препаратов сейчас попросту не достать. Ни разу ни один рубль и ни один копейк за лекарства, за таблетки, за шприц, за иглу я не давал. Обеспечивается полностью лекарствами, очень хороший уход девочки, очень хороший, благодарны всем врачам, всем медсестрам, всем медработникам. Из-за коронавируса из аптек практически пропали антибиотики, жаропонижающие и даже простая оскорбинка. А все дело в том, что, по словам специалистов, больше половины сырья, из которого в нашей стране производят лекарства, доставляют из Китая. И заложниками этой ситуации становятся как пациенты, так и медики вынуждены работать в условиях дефицита лекарств и защитных средств со всеми сопутствующими рисками. Замрут Гамидова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ. Ифтар героем в белых халатах. Акцию под таким названием запустила общественная организация молодежь Казбековского района. В селах Дылым и Ленинаул активисты совместно с благотворительным фондом Инсан ежедневно обеспечивают доставку в больницы готовых порций еды на вечернее разговение. По словам организаторов, акция проводится в знак признательности медперсоналу, который в эти дни проводит большую работу. Сегодня наша молодежная организация совместно с благотворительным фондом Инсан провела акцию для помощи врачам, которые дежурят на круглосуточной основе. Им развезли продукты питания на разговение и также всем жителям нашего села, которые нуждаются. Общественники в это нелегкое для народа время также поддержали жителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так, они общими усилиями собрали более 750 тысяч рублей, обеспечив продуктами первой необходимости 1078 семей Казбековского района. Месяц Рамадан, месяц благих дел, время, когда стоит помогать тем, кто в этом особенно нуждается. В их числе 9-летний Али Беков. Вот уже 4 года детство для него, несчастье, радость и улыбки, а мучительные лечебные процедуры и изнурительная борьба за жизнь. В свои 9 лет он мог бы жить полноценной, наполненной яркими событиями жизни, но суровая реальность распорядилась иначе. В 5 лет Али и Бекову диагностировали лейкоз, пройдя многочисленные курсы химиотерапии и пересадки костного мозга, спасение от болезни Найдена. Срочная дорогостоящая клеточная карта терапии в клинике США. Дома Али, у меня зовут Беков Али. Мне 8 лет. Мы прилетели за границу, чтобы продолжить лечение. Нам очень нужна ваша помощь. Вы можете создавить мероприятие на жизнь. С силами одной только семьи и знакомых собрать деньги на лечение невозможно. На счету каждая минута важна помощь каждого из нас. Перечислить средства вы можете по номеру карты, указанному на экране. Субсидии на жилье выдали участникам афганских и венгерских событий. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития Дагестана. Для обеспечения жильем ветеранов боевых действий из федерального бюджета было выделено свыше 48 миллионов рублей. Такая же сумма была выделена и из бюджета Республики Дагестан. Общий размер субсидий составляет 1 миллион 98 тысяч 792 рубля. Их получили 83 афганцев и еще 4 свидетельства участники и вдовы участников венгерских событий. В Дагестане начался сезон стрижки овец. В животноводческих хозяйствах Гунибского района этот процесс уже продолжается в третий день. Подробнее расскажет Алина Багилова. За три дня стригли более 2000 голов. В среднем же за день в хозяйстве стригут по 800 овец. Уже мы постригли одну бригаду. Общее поголовье для стрижки у нас определено 15 650 голов. Вовремя начали, но чуть-чуть прохладно, ветви. Еще зиропод особо не выделился, но в любом случае раньше надо выйти в горы. Приходится нам стричь не как в Старопольском крае. После стрижки скот проходит через необходимые процедуры и отправляется на летние пастбища. В целом в процессе стрижки в хозяйстве задействовано около 20 человек, 14 из которых непосредственно стригали. День 67, ну 65 по-разному ворачьих стригем. В общем количестве 800-850 голов стригем. Так как вроде бы пока погода позволяет, уже время в горы ехать. В агрофирме получают, как правило, тонкую и полутонкорунную шерсть. Одна только дагестанская горная порода. Овец дает здесь примерно по 3,5 килограммов шерсти. В среднем в хозяйстве за год настригаются около 54 тонны шерсти. Шерсть мы классируем. В этом году шерсть очень хорошая. Мы классируем ее на меринос, тонкую и полутонкую. Таковы новости на сегодня. Будьте здоровы и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова